В связи с приближающейся зимой и проблемой с инфраструктурой в Украине. В частности, проблемой с электричеством и с отоплением в домах. В ЕС прогнозируют новую волну беженцев. Об этом уже заявила Польша и Германия. Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бавич. Не забывайте делиться этим видео в своих социальных сетях. Вы подписываетесь на канал, а я рассказываю. Начинаем. Кто же из стран ЕС на данный момент готов принимать украинцев? Страны Восточной Европы, которые граничат с Украиной, на данный момент планируют восстанавливать, возобновлять работу волонтерских центров приема беженцев. Также в Польше заявили об изменении стратегии по работе с беженцами. Польша совместно с Киевом планируют строить жилые помещения в приграничных городах. В Словакии планируют и готовы принять до 700 тысяч украинских беженцев, в связи с чем разработан план действий чрезвычайной ситуации. В Венгрии уже сейчас заметили увеличивающийся поток беженцев. На данный момент каждый день в страну приезжает от 300 до 500 человек в сутки. В Венгрии готовы обеспечить украинцам временную защиту и финансовую поддержку. Также в Венгрии на данный момент упростили правила трудоустройства. Власти Румынии уже определили объекты, куда они могут заселять новую волну беженцев. Также в стране уже выделили средства на социальную и материальную поддержку украинцев в Румынии. Напомню, что Румыния, как и Польша, одной из первых стала принимать беженцев после 24 февраля 2022 года. Польша на данный момент уже подготовила в центрах размещения беженцев около 100 тысяч мест. Однако пока в Польше не фиксируют увеличение потока украинцев. Также в Польше недавно был создан онлайн-сервис для поисков пункта помощи в вашем регионе. Я также делала об этом видео, оставлю ссылку на это видео в описании под видео. Также в столице Австрии в Вене 15 ноября открылся новый центр прибытия для украинских беженцев. Центр работает как временное убежище и как пункт первичной помощи для тех, кто прибыл первый раз. Этот центр расположен вот по вот этому адресу. Германии также ожидают прибытия новых беженцев из Украины. Создаются новые места для приема беженцев на месте бывшего столичного аэропорта Гегель в Берлине. Здесь может разместиться 3600 человек. Число зарегистрировавшихся в Литве беженцев из Украины на данный момент превысило 70 тысяч человек. Однако правительство страны заявило о подготовке к новой волне беженцев. Страна до сих пор будет принимать украинцев. Болгария также готова принимать украинских беженцев. Однако на данный момент новоприбывших беженцев будут расселять не в гостиницах, как это было раньше, а сначала в едином временном центре в городе Елхова, а затем в течение месяца украинцев будут расселять на государственные базы. В Болгарии также украинцы смогут получить статус временной защиты. Министерство внутренних дел Эстонии на данный момент заявляет о том, что до конца 2023 года в государстве может оказаться до 75 тысяч украинцев. На данный момент в государстве находится 61 тысяча 500 беженцев. И только 37% из них оформили статус временной защиты. Исландия также активно поддерживает и помогает, и готова принимать новых беженцев из Украины. А теперь, какие государства устанавливают ограничения по новой волне беженцев? Чехия на данный момент единственная страна, которая заявила, что она вряд ли справится с новым потоком украинских беженцев. На данный момент в стране находится 350 тысяч украинцев. Другие страны Европы на данный момент не делали заявления по поводу невозможности принятия украинских беженцев. Буквально на днях Еврокомиссия выделила Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия и Литвия. Это страны, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев. Дополнительно 100 миллионов евро. Это вся информация, которую я хотела бы поделиться на сегодня. Не забывайте делиться этим видео в своих социальных сетях, оставлять свои реакции и комментарии. Пока!